В начале 20-х годов 20 века церковь Николая Чудотворца на Моросейке, наверное, самый известный храм во всей Москве, место паломничества верующих. Сюда, к московскому старцу, священнику Алексею Мечову, изо дня в день с утра до вечера шли люди. В смутное время после революционной России слишком многие искали сочувствия и утешения. Отсюда, вот от этого входа и до, через весь двор к отцу Алексею стояли очереди людей страждущих, тех, которые к нему приходили, приезжали со всех концов страны. Он действительно был известен далеко, за пределами Москвы. И очереди стояли громадные. Маленького роста, скромный, добрый и очень простой. Казалось, он был обыкновенным священником. Но через сто лет этот батюшка будет прославлен в очень редком чине. Он станет называться праведным Алексеем Мечовым. А в храм на Моросейке будут снова приходить сотни верующих. Теперь уже с молитвами к нему. Музыка. Музыка. Он родился в Москве в церковной семье. Жизнь его отца, Алексея Ивановича Мечова, с самого детства оказалась навсегда связана со святителем Филаретом Дроздовым, московским златоустом. Еще его отец, способный мальчик к пению, был приглашен вместе с другими детьми на подворье к святителю Филарету. И по неосторожности служителей зимою остался в санях, заснул, и он подвергался опасности, просто замерзл. И вдруг он встает, идет к саням, находит там этого мальчика и переводит его к себе. То есть это, конечно, было чудом, безусловно. Мечов-старший стал регентом кафедрального хора. Когда пришла пора родиться его сыну, будущему святому, он снова попросил о помощи митрополита Филарета. Роды были очень тяжелые, и, в общем-то, врачи даже практически не оставляли шансов для спасения как супруге, так и ребенку. Существитель Филарет сказал, что все будет нормально, все будет хорошо, и назови сына Алексея. Честь Алексея, Человека Божьего, чья память как раз совершалась в это время за богослужением. И Алексей действительно родился благополучно. С самых ранних лет задумчивый и тихий Алексей хотел посвятить себя служению людям. Собирался стать врачом, но мать не разрешила. «Ты такой маленький, где тебе быть доктором? Будь лучше священником». Он не посмел ослужиться ее. Пошел учиться в семинарию, и только потом понял, что пастырство и есть его призвание. И потом он говорил, что всегда был ей за это очень благодарен, потому что он стал уже врачевателем не тела, а душ. Вот, и он, по сути, тот же врач, только духовный. Он всегда был благодарен мамочке за это, что стал священником. Юный Алексей Мечов начинал свое служение в храме Знамения Пресвятой Богородицы на улице Знаменки. Сразу же после окончания семинария его взяли туда псаломщиком. В этой церкви Алексею придется пройти настоящую школу смирения. Настоятель очень грубо с ним обращался, нагружал чужой работой. А однажды, когда псаломщик Мечов по ошибке прочитал не тот стих, священник прямо во время службы выбежал из алтаря и ударил его по щеке за нарушение устава. Алексей совершенно спокойно воспринимал это, не желал переходить в другой храм. Считал, что вот это полезно для его смирения, что таким образом Господь через этого жесткого, так сказать, настоятеля воспитывает его смирение, его кротость. И когда священник скончался, он, в общем-то, был первым на его похоронах и молился о нем со слезами, чем даже удивил некоторых друзей своих. Позже Алексей стал дьяконом, а потом и священником. Рукоположили его в заиконоспасском монастыре, что в двух шагах от Кремля. Перед принятием сана он женился на дочери псаломщика Анне. Это будет очень счастливая семья, в которой родится пятеро детей. Свою супругу отец Алексей очень нежно любил. Писал ей трогательные письма, когда она уезжала на дачу. Называл ее «драгоценная женушка», «красавица моя милая», «жизнь моя». И матушка, вот она была его настоящим другом. Она была настоящей женой священника. Она не требовала от него жертвы ради семьи. И, наоборот, она спокойно смотрела на то, что он занят приходом. И он обустраивал свой приход. Приход отец Алексей получил очень бедный и малочисленный, одноштатный. То есть он стал единственным священником в храме. Это была церковь Николая Чудотворца в Кленниках в центре Москвы, на Моросейке. Каждый день в пять часов утра отец Алексей Мечев приходил в храм Николая Чудотворца в Кленниках, отпирал его и в полном одиночестве начинал служить. Частенько он сам и пел, и читал всю утренню, не дожидаясь никого из причта. Но прихожан все не было. Восемь лет подряд каждый день я служил литургию в пустом храме, вспоминал потом сам батюшка. И только на девятый год народ потянулся в Никольский храм на Моросейке. Ведь это была единственная церковь в Москве, где в любой день года можно было исповедоваться и причаститься. В Никольском храме еще и ежедневно отмечался на богослужении День Ангела. Так что любой человек мог услышать здесь молитвы своему святому. Он практически ежедневно служил так называемой пыли-или, то есть пел величание каждому святому, который праздновался в этот день. Чтобы, как он потом говорил, чтобы каждый человек, войдя в любой день в храм, мог услышать величание своему святому, если это день его ангела, если это его именины. Это на самом деле, конечно, было достаточно серьезное нарушение устава церковного. Здесь вот такая пастырская позиция с Алексеем выражается. Его развернутость, обращенность к прихожанам, даже к самым меньшим жителям этого большого города. На всю Москву таких пастырей, внимательных, чутких и самоотверженных, было по пальцам пересчитать. Молва о необыкновенном настоятеле моросейского храма быстро разнеслась по городу. Даже вот много было известно случаев, когда там женщина вдруг захотела покончить с собой, там у нее горе было какое-то, и она вот тут у Кремля, у реки стоит и собирается совершить то, что она задумала. К ней подходит городовой, пытается с ней поговорить, понимает, в чем дело и говорит, иди, вон, рядом моросейка, иди на моросейку, тебе там помогут. Понимаете, вот это очень быстро, эта слава шла, вот как человека безотказного. Вокруг пастыря собралась община, и теперь на богослужениях яблоку негде было упасть. Отец Алексей стал называть свой приход монастырем в миру. Он призывал духовных чад к постоянной молитве и частой исповеди. В XIX веке сложилось вот такое представление о том, что образцовая духовная жизнь, она протекает в монастырях, особенно там, где есть старцы, где есть возможность такого вот неформального духовного руководства. По сути дела, это было выстраивание прихода по образцу монастыря, но при этом именно такого вот монастыря нового времени, монастыря, в котором есть старец, и вокруг него есть много учеников, в том числе и измерян. Сам батюшка Алексей с женой и детьми жил в ветхом, полусгнившем деревянном домике Причта, что стоял в темном и сыром дворике за храмом. Матушка часто болела, и как муж не вымаливал ее, она рано оставила его вдовцом. Казалось, отец Алексей никогда не сможет справиться с горем и одиночеством, которое на него свалилось. И когда вот случается вот эта страшная для него беда, он ее воспринял как страшную беду, уход из жизни его любимой супруги, его настоящего друга, ее настоящей помощницы. Он запирается в своей вот этой келье и предается своему горю. Все изменила встреча с прославленным проповедником Иоанном Кронштадтским, которая произошла во время одного из его визитов в Москву. И отец Алексей, когда пришел на встречу с отцом Иоанном Кронштадтским, и тот ему очень сурово сказал, что что ж ты замкнулся в своем горе, вот только теперь ты, по-моему, и начал жить. Вот теперь выходи к людям и начинай служить людям. И ты поймешь, что их горе гораздо больше, чем твое, что они нуждаются в твоей помощи. С тех пор начался особый путь отца Алексея Мичева. Теперь он всю свою жизнь без остатка посвятил людям, за что и получил негласный народный титул московского старца. Складывались определенные связи, параллели, в том числе между ним и оптинскими старцами. Вот они были современные ему старцы, например, отец Анатолий младший, отец Нектарий, они были знакомы. Иногда даже отправляли своих духовных детей к нему. Или, например, если из Москвы кто-то приезжал в Оптину, то старец Нектарий Оптинский мог сказать вообще, зачем вы к нам ездите, у вас есть свой отец Алексей. Пастырь должен разгружать чужую боль и горе, говорил Мичев. И сам был в этом первым примером. Он ходит на хитров рынок, окормляет там людей, которые в этом нуждаются, в его помощи, не боятся ни грязи, ни заразы, ничего. С утра до вечера к нему в храм шли люди на службу, на исповедь, а потом еще до двух часов ночи к нему домой за советом, утешением или важным разговором. А утром снова служба, молитвы у алтаря и проповедь. Всегда очень искреннее и трогательное. Отец Алексей говорил очень просто и много плакал. Но он говорил так доходчиво, так понятно всем, потому что если тебе что-то непонятно, ну, святых отцов почитай. Вот, он говорил очень коротко. И его нельзя назвать вот там оратором, вичи, который вот выходит и сердца глаголом жжет. Нет, нет, нет. Они были очень простые, очень доходчивые. Они были просто самое сердечко. Солнышки мои. Вот он там мог рассказывать такими вот простыми народными словами, что там наши главные враги – это акаяшка и яшка. Да, то есть акаяшка – там бесы, и яшка – это, собственно, там самолюбие. Вот, в таких вот словах. В начале 20 века старый мир зашатался, а вместе с ним и все прежние скрепы, даже православная вера. 1905 год. В Москве демонстрации, забастовки, народные волнения. Как рассказывали очевидцы, однажды в Никольский храм на Моросейке ворвалась группа студентов, чтобы найти и избить священника. И тут им на встречу вышел отец Алексей, радостный, со своей обычной приветливой улыбкой. Как хорошо, что молодежь пришла в храм. Наверное, вы хотите помянуть своих родителей. Студенты сразу же остыли и начали виноватый улыбаться. После революции 1917 года атеизм стал мейнстримом. Многие отошли от церкви и устремились к новым идеалам. Но очень скоро власть народа обернулась кровавым террором, братоубийством и повсеместной разрухой. И тогда люди снова стали искать свои дороги к храму. Красный террор, голод, коллапс коммунального хозяйства в Москве. Ну, не только в Москве, в крупных городах. Когда это известно из воспоминаний, да и из документов о том, что перестает работать центральное отопление, улицы не чистятся, нет извозчика, люди ходят пешком по огромным сугробам. И при этом вот отец Алексей пытается держать этот церковный ритм. Тот самый монастырь в миру, община, которая была создана отцом Алексеем, сумела сохраниться в эпоху борьбы государства с религией и послужила образцом христианской жизни во время атеистических гонений. И в результате вот этот монастырь в миру, он уже воспринимался совершенно по-другому, как вот такая, ну, как сохраненное подобие монастыря, при том, что у настоящих монастырей уже практически не осталось. Это был, в общем-то, вклад, может быть, заранее, так сказать, непредусмотренный, да, вклад в адаптацию верующих к новым условиям, условиям советской власти. Храм на Моросейке стал, как вы сейчас сказали, островком стабильности в море хаоса первых лет советской России. Но батюшка и сам стал настоящим революционером в богослужебной практике. Он первым благословил своих прихожан подходить к причастию на каждой литургии. Потому что голод, и все и так постятся, да, а с другой стороны, постоянная, как бы, близость смерти ежедневной, да, не только от возможного террора, хотя и здесь, не только от бандитизма, который расцветает на улице города, но и, собственно, от испанки, и от самого голода. И вот эта вот близость смерти, она вот привносит новую, новый такой элемент в его пастерство, литургический элемент. Ничего подобного в русской православной церкви до тех пор не было. До революции было принято причащаться один-два раза в год. Благочестивые миряне причащались два-три раза в год максимум. Ну, четыре, то есть, каждым постом это вообще было уже сверхблагочестивое поведение. Да, поэтому, если можно вспоминать, там, Пушкина, Аларина, да, два раза в год они говели. Это очень благочестивая семья. Вот возьмем Николая II, да, ну, очень религиозный человек, безусловно. У него есть дневники, из которых видно, что он причащался каждый год примерно два раза, ну, иногда три, но не больше. У Алексея Мечова в общине вот это постоянное богослужение, оно подталкивало и к более частому причастию, исповеди. Ну, и это, конечно, стимулировало к выстраиванию духовной жизни, ну, гораздо более интенсивной. Самочинные нововведения моросейского батюшки одобряли далеко не все пастыри русской церкви. Мы знаем, что достаточно значительное число духовенства московского восприняло это, ну, как... как абсолютно недолжную практику. Его осуждали. Осуждали жестко, его принимали как... как человека, как очень такого дерзкого экспериментатора. Будущее покажет дальновидность праведного Алексея Мечова. И во время испытаний, которым будет подвергаться церковь в 20 веке, взгляд на чистоту причастия пересмотрят и другие священники. Монашество, его выход в мир, изменит параметры практики причащения. И там, допустим, потому что понятно, что в монастырях люди причащались чаще. И когда монашество изгоняется из монастырей и вступает в больший контакт с мирянами, оно передает мирянам свою монашескую практику причащения. И тогда миряне начинают причащаться как минимум ежемесячно, а иногда и чаще. Кстати, одна из таких монашеских общин, изгнанная из упраздненного Чудового монастыря в Кремле, стала частью прихода Никольского храма. Монахини из Чудового монастыря, закрытого Кремля, пришли сюда, на Моросейку. На Моросейке уже была своя паства, которая сложилась, то сестричество, которое в 19-м году патриарх Тихон благословил Моросейское сестричество. Но он его благословил, без официального оформления не было. Вот когда говорят, Моросейское сестричество, оно было, но неофициально оформленное. Они просто носили платочки, другие другую форму, они отличались от других прихожан. В Моросейском храме собиралась московская интеллигенция. По средам, после вечерней службы, отец Алексий проводил у себя в квартире беседы, на которые могли прийти все желающие. Кто успевал раньше всех, размещались в столовой, на стульях, на полуг. Остальные стояли в прихожей и коридоре. Разные люди, да, и очень много было среди них интеллигентов. Известно, что в числе членов общины были и философы, были и публицисты, были и общественные деятели. Кстати, вне зависимости от их политических взглядов. Мечов был духовником философа Николая Бердяева. Когда тот в 1922 году получил приказ ОГПУ уехать из Советской России, он в смятении обратился к отцу Алексию. Не смущайтесь, езжайте смело, сказал ему батюшка. Ваше слово должен услышать Запад. Отец Алексей ему сказал, что да, уезжайте, благословляю, но только не вздумайте оттуда спасать Россию. Вот придет день и час, и Господь сам ее спасет. Известный художник Роберт Фальк впервые попал на Моросейку, еще даже не крещеным. Он страдал от уныния и тоски, ничего не помогало. И тогда, по совету знакомых, он пришел поговорить с отцом Алексием. И вот в этой келье они сидят и пьют чай с отцом Алексием. И разговаривают, и отец Алексей ему говорит, восхищается его талантом. И Роберт Фальк говорит, что ему становится как-то легко, ему становится все лучше и лучше. Груз уходит, вот этот камень, который он носил все время в себе. И он настолько ему хорошо, он так счастлив, он говорит, «Можно я к вам приду еще?» А отец Алексей говорит, «Ты уже здоров, а хочешь ко мне прийти? Приходи». И он пришел сюда к нему и крестился вот здесь на Моросейке, в этом храме с именем Роман. Мечов учил своих духовных чад малому доброделанию и призывал, невзирая на эпоху, окружение и жизненное обстоятельство, стяжать мир в душе и очищать ее от страстей. В самые суровые годы гонений на церковь все его проповеди и наставления были только о любви, милующей и всепрощающей. Городской старец, как его называли, Алексей Мечов, собирал вокруг себя и столичный бомонд художников, музыкантов, ученых и простых людей. Неудивительно, что его два раза вызывали на Лубянку и запрещали принимать народ. Но браться за старца всерьез даже чекисты не решались. Алексей Мечов стал редким святым послереволюционной России, который умер своей смертью. Это тот случай, когда, что называется, не успели расстрелять, не дошли руки. Он умер в 1923 году. Ну, в общем-то, не всех еще к тому моменту успели расстрелять. К тому же он сильно болел в последние годы. И уже как-то не выглядел как активная такая фигура. Ну, безусловно, если бы он прожил еще какое-то количество лет, то, конечно, был бы репрессирован. Сын батюшки Алексея, Сергей, историк и филолог, в 19-м году тоже станет священником, уже хорошо понимая, что он-то репрессий точно не избежит. В это время он в наркомпросе работает, он приходит к своему начальнику и говорит, вероятно, я должен уволиться. А тот говорит, почему? Он говорит, ну, с вашей точки зрения я совершил очень плохой поступок. Он говорит, какой там, к Колчаку собрались или там? А он говорит, нет, я принял сам. Ну, и его увольняют, естественно, то есть он уходит. Священник Сергий Мечов уже после смерти батюшки Алексея будет обвинен в антисоветчине, проведет несколько лет в ссылках и лагерях и, в конце концов, будет расстрелян. Так сын не просто продолжит дело отца, но и вслед за ним попадет в русские святцы. Он всегда говорил о своем сыне Сергии, священном ученике, сын мой будет выше меня. Для меня была загадочная эта фраза, я ее вообще не понимала. И вот 2000-й год мы стоим в храме Христа Спасителя, когда прославляются новомученики-исповедники, и первыми новомученики называют Сергия Мечова, а потом уже святого праведного Алексия. В конце мая 1923 года отец Алексий, собираясь, как обычно, в отпуск в свой загородный домик, попрощался с храмом и духовными чадами, пролив при этом много слез, и больше сюда не вернулся. 22 июня он умер в подмосковной Верие. Прощание с батюшкой было всенародным. Два дня подряд в его моросийском храме, по очереди сменяя друг друга, церковные общины Москвы пели ему панихиды. 80 священников только служили в храме. Можете представить вообще, сколько и Москва вся шла провожать отца Алексея. Это было огромное количество людей. Когда после отпевания похоронная процессия двинулась в сторону Лазаревского кладбища, вся Лубянка оказалась заполнена народом. Даже трамваи остановились. Церковь в сошествии Святаго Духа, что в Марьиной роще, раньше стояла посреди Лазаревского кладбища. Но в 30-е годы 20 века его сравняли с землей и устроили здесь парк. 28 июня 1923 года на Лазаревское кладбище за гробом старца Алексея Мечева пришла тысячная толпа. Здесь в траурном процессе уже встречал никто иной, как патриарх Тихон. Он и совершил панихиду по почившему батюшке. Это было первое появление святителя Тихона перед народом за целый год. Все это время он содержался под стражей в Донском монастыре и был отпущен на свободу буквально накануне, 27 июня. Люди никак не хотели отпускать патриарха. И прямо посреди кладбища три часа подряд шли и шли к нему за благословением. Тут и вспомнили слова старца Алексея «Когда я умру, вам будет радость». Так и вышло. День похорон отца Алексея Мечева стал радостным днем для всей русской церкви. В 2000 году московский старец Алексей Мечев был канонизирован в чине праведных. Наверное, в самом редком чине в русских святцах. В наших святцах очень много преподобных, святителей, боговерных князей и так далее. И очень мало праведных. Праведные – это обычно священники, белые приходские священники, которые достигли святости. И вот их совсем мало у нас. В сентябре 2001 года были обретены мощи святого праведного Алексея Мечева. Крестный ход, который собрал несколько тысяч верующих, прошел по Москве и перенес святыню в храм на Моросейке, где батюшка прослужил больше 30 лет. Уникальность отца Алексея в том, что он попытался быть идеальным священником в условиях кризиса прихода. И он нашел единственную возможную, так сказать, точку соприкосновения, точку сборки в каком-то смысле – это литургию. И, может быть, как-то интуитивно нащупывая вот эту вот линию единения вокруг литургии. Добровольность, литургия, сострадание – это все, что было нужно уже в новую эпоху, что давал отец Алексей Мечев своей пастве. Праведный Алексей Мечев и сегодня один из самых любимых московских святых. Ведь он сумел в суете мегаполиса, в самом центре столицы, прожить свою жизнь в молитвенной тишине, сострадательной любви и предстоянии перед Богом. Субтитры создавал DimaTorzok